ребята всем привет как вы могли уже догадаться мы записываем же в этот же день спустя пять минут предыдущего ролика который вы смотрели про крюки и в этом ролике как вы поняли из названия мы будем вешать водосточную воронку квадратную вставлять ее в подвесной желоб вот так она выглядит вот она вороночка такая вот это от прессовка звездочка вот такая вороночка красивая вот такая вороночка и есть особенности с ней как ее ставить одно скажу вам сразу что по своей неопытности скажем так есть вот если посмотреть на коробку есть вот такие вот как обычные воронки для сборники для подвесных водосточных систем вот наша наша с ученого такая видно не видно такая просто 5 секунд мы ее поставили если же в вашем комплекте попадаются вот такие воронки с подвесной системой то в семейте прописывайте отдельным пунктом потому что установка данные воронки где-то минимум час может полтора у кого как мы первую воронку свою ставили со два с половиной потому что смотрели как чё ну есть в книжке у санта ласла это все я уже показывал в ролике в одном это про эту воронку то смерт тут видел с этой книжке так что так пойдемте ставить эту воронку итак ребята мы находимся вместе где у нас будет воронка то есть важно чтобы вирст желоба был наклоном на улицу не в сторону лобовой доски а именно на улицу можно посмотреть видно не видно будет вот он уровень и здесь примерно ну у нас 15 миллиметров вот это важно чтобы если вода будет заполняться на не в сторону лобовой текла на улицу далее у нас между воронками стоят крюки нам также нужно будет алексей забрал для силовую воронка наша квадратная вешаемая она между желобом и крюком прям вот на желобах висит пока что мы делаем задние стенки где подходит край мы заднюю стенку воронки как бы ну чуть-чуть на сантиметр 10 миллиметров мы туда дальше чтобы у нас здесь потом вырез получился хороший нужный поставили его проверяем наш горизонт у нас тут все хорошо рон кстати в горизонте соответственно у нас отсюда вода приходит и оттуда будет вода сюда идти проверили далее смотрим еще раз с каждой стороны вот и сначала одну воронку обводим сегодня ветер дует обводим также вирус обвели снимаем смотрим все сейчас я для вас это фломастером веду чтобы виднее было так еще раз посмотрю проверю все ли точно все давайте здесь сразу за фломастером веду по желобу и так у нас идет обводим вирус снимаем здесь видно должно быть вот у нас подходит на желоб что мы делаем нам надо во первых оставить вырез запасом это кромка потом отогнется и на нее ляжет желоб дальше все увидите и нам надо есть вот если посмотреть видно будет не видно вот этот вирус он вклепанный вот клепки стоят и ниже него вот на этот перехлёст надо сделать чуть ниже этого перехлёста с этой стороны отрезать соответственно потом здесь тоже будет линия загиба вот все и мы соответственно это все вырезаем отсюда сейчас я вырежу это все то есть мы сверлим дырки сверлом и потом ножницами этот вырезаем показывать не буду думаю здесь ничего сложного нет этот момент отрезать как получится сейчас я вам покажу итак ребят вот мы обрезали сейчас мы другую сторону будем здесь покажу как мы это делали значит есть отбортовка она дает жесткость этой стенке вот и здесь есть отбортовочка вот она чтобы эта стенка была пожестче соответственно и желоб положиться вот прямо на этот дальше можете заметить силовая полоса вдруг появилась вот сделаны из нержавейки 0 8 та же самая силовая планка что у нас потом идет сюда в желоб а вот на нее мы будем клепать воронку дополнительно значит берем нашу воронку и ставим уже на место желоб воронку заходит на 50 60 миллиметров смотрим наш центр желоб вас еще не прикреплен ничем подвигаем смотрим одинаково заходила уровень здесь у нас наклон это 15 миллиметров по желобу все он сидит плотненько в своих лежит на снизу я потом покажу когда же воронку полностью поставить как он здесь сидит везде как отогнута уже сидит на месте и теперь мы отрисовываем другую сторону подвинули желоб достаём достаём маркер достаём маркер вот там и тоже отрисовываем всё отрисовываем всё так и еще на силовой планке тоже отрисовываем потому что мы еще с ним поставим метку что потом по меткам это все сделать приклепаем снимаем снимаем и пойдемте покажем как мы вырезаем с этой стороны от этой дыркой здесь просверлили сейчас добавим сюда миллиметров 7 на отгибку все то же самое вырезаем давай показывай если что не получится скажем первый блинком ха ха хаха ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее, мы взяли, отрезали от напильника круглого вот такого длинного кусочек. И сейчас им будем отпиливать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так вот. И сейчас отогнуть эти ребры жесткости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чё? Готово. Сейчас прикрепаем сюда пластину и пойдем устанавливать. Сначала давай воронки сделаем дырки, потом переведем и там посверлим. Чё наживляй? Чем ты наживляй сейчас буду? Чё? Как я залезу туда? Как хочешь? Скрутик закрепывай, говорит. И клепаем, клепаем. Где мой хаут? Так, Алексей, не подсказывай. Два, два, три, четыре. Дырки просверлили, выставляем. И переводим на силовой план. Достаем клепки. Клепки у нас медные, глухие, герметичные. Вот здесь? Дише. Словенщик. Добавляем. все оставили на глухие клепки и идем вешать ее на место и мы ставим ее на место берем шуруповерт и прикручиваем нержавеющими саморезами соответственно прикрутили и ставим задвигаем этот желоб все вот давайте я покажу как это смотрится отсюда значит вот мы задвинули его по 5-6 сантиметров заводим воронку потом еще здесь мы загнем желоб сюда и здесь тоже сделаем каплю отрыва это я вам покажу потом уже когда будем желоба оставить завершающий момент вот здесь лежит на этом отгибе здесь не пропаиваем ничего не делаем здесь должно быть механическое расширение то есть когда металл будет расширяться здесь не должно ничего препятствовать ему чтобы было расширение там у нас в середине будет стать компенсатор вот между собой желоба будет спаяны вот ну вот как то вот так вот держится силовая планка получается и держится на желобах вот так и вот мы подвели все желоба сюда снизу вот здесь где у нас есть отворот у видно отворот у воронки для жесткости где-то можно постучать чтобы более плотно она прилегала еще раз повторю ни в коем случае не паять потому что у нас здесь получается как этот тоже температурный механический шов то есть воронки они будут съезжаться до при расширении двигаться поэтому здесь никакого не фиксируем с воронкой и также я здесь делаю она в принципе везде у нас плотненько и теперь мы делаем каплю отрыву отрыва в самих желобах ориентировочно где-то сантиметр 10 миллиметров мы обгибаем у желоба это делается для того чтобы если прямой получается капли идет и она зализывается обратно чтобы этого не было надо здесь подогнуть подогнуть так за сантиметр молотком выгибаем принципе все вот как то так воронка у нас готова все стоит все будет работать здесь еще мы собой не подняли потому что не покажу что удача вставляется как паучок в саму воронку как и в любых других желобах только здесь она вставляется в саму достаточно воронку будет большую все как-то так надеюсь все было понятно